Друзья, сегодня получил вот такую посылку с корпусами для пауэрбанков. Уже успел ее вскрыть и обнаружил, что не стартовало видео. Так, давайте вытаскивать корпуса для пауэрбанков. Так, первый корпус побольше и второй корпус поменьше. Так, давайте смотреть, что ко мне пришло. Оба корпуса, как видите, производства фирмы Sashine, которая делает, на мой взгляд, самые интересные корпуса для пауэрбанков, которые имеют возможность легко менять вставленные в них аккумуляторы 18650. То есть, просто открывается корпус, легко вставляется аккумулятор, то есть, он не впаян внутрь, как у других многих пауэрбанков, которые фактически являются одноразовыми. Там они имеют припаянные аккумуляторы, и сменить их невозможно. То есть, такие, как вот, например, Xiaomi. Тут, в общем-то, все припаяно на точечную сварку. Вот, поэтому не всегда это удобно и не очень долговечно. Так, ну давайте начнем с большого пауэрбанка. Что мне понравилось, помимо того, что можно менять аккумуляторы, это то, что эти пауэрбанки выдают 2 А. То есть, можно заряжать не только смартфоны любые, но и планшетные компьютеры. То есть, реально честные 2 А выдают. Так, в комплекте идет кабель USB-Micro-USB. Вот так выглядит сам пауэрбанк, такой белоснежный. Здесь экран информативный. Здесь два выхода USB. 5 В 1 А, и второй выход 5 В 2 А. Он 2 А, как раз самый интересный выход. И Micro-USB для зарядки аккумуляторов, которые в данный момент находятся в пауэрбанке. И кнопка включения-выключения энергии. Кнопка Power. Так, ну давайте... Ага. Вот здесь находятся стрелочки. С помощью которых вскрывается корпус. Вот здесь контакты. Здесь ответные контакты. Можно вставить парочку аккумуляторов. И, собственно, проверить, как он в работе себя ведет. Если вставляется 2 аккумулятора, 3 аккумулятора или 4 аккумулятора, то он может выдавать 2 А. Если же вы вставили только 1 аккумулятор из 4, то пауэрбанк выдаст только 1 А. Когда, как сейчас, вот у нас нагрузка не подключена в USB порты, он через несколько секунд гаснет. То есть, вот снова можно его нажать на кнопку Power. Вот он загорается. Power On. Показывает, какие слоты загружены батарейкой. Степень разряда батарейки. И через несколько секунд неиспользование. Видите, он гаснет. Power Off. То есть, экономится энергия. То есть, экран просто так не горит. Так, давайте закроем. Вставим, наверное, сюда вот такой USB тестер. И можно вставить в качестве нагрузки USB фонарик. Вот USB фонарь. Он с регулировкой яркости свечения. Вот самая минимальная яркость. Вот он еле светит. И потребляется 0,1-0,8 А. То же самое показывает вот здесь амперметр. 0,1 и сотые доли. То есть, до десятой, но имеет смысл обращать внимание, это 0,1 А. Все верно. Здесь тоже 0,1, 0,8. 0,1, да. Ампера. И вы видите, какой USB порт у вас задействован в данный момент. То есть, сейчас я вставил в порт 5 вольт 1 А. И вы видите, там где 1 А задействован, можно вставить во второй порт другой фонарик. там загорелся тоже. Он без регулировки. Вот я включил первый на минимальную яркость 0,1 А. И второй фонарь, он без регулировки яркости 0,3 А потребляет. Так, давайте попробуем еще интересный тест. Вставим USB-тестер в 2 А гнездо 5 вольт 2 А. И попробуем подключить USB-нагрузку в положении 2 А. То есть, планшетного компьютера у меня под рукой нет. Попробуем на этой нагрузке. Включим энергию Powerbank. Давайте вставим сразу нагрузку. И после этого включим энергию. Ага, энергия. Есть нагрузка в положении 1 А. Действительно, 0,89 А. Есть 1 А, естественно, но нас интересует 2 А. Переключаем в положение 2 А. Загорелся красным индикатор на нагрузке. Да, действительно, видите, 0,71 А, 0,72 А. То есть, подает честные 2 А. Очень хороший показатель. Так. Удалим аккумуляторы. Так. и будем смотреть второй Powerbank. Так. Это Sashine на 2 А. Аккумулятора, а не на 4. Более компактный. Тоже имеет LCD-экран. Также в комплекте micro-USB-USB. Кнопка Power находится сзади, с тыльной стороны экрана. Те же самые аккумуляторы давайте вставлять. И протестируем, как этот Powerbank выдаёт 2 А. Здесь экран выполнен немножко по-другому. На зелёном фоне чёрные символы показывают степень разряженности аккумуляторов 73%. Здесь показывает в милиамперах ток зарядки, если подключена нагрузка. И справа внизу показывает время. Так, давайте подключим нагрузку к нему. Сначала я нажимаю на кнопку энергия. Загорелся экран после включения. показывает 1000 мА, 1020 мА. Нагрузка у нас в положении 1 А. USB-тестер 0.92 показывает. Ну, то есть около 1 А. 24 секунды, 27 секунд. Это время заряда. Через несколько секунд гаснет подсветка, которую можно включить кратковременным нажатием на кнопочку. Нажимаете и она загорается. Так, теперь отключим и выставим сет 2.1 А. Снова подключим на зарядку и теперь попробуем переключиться в режим нагрузки 2 А. И видим 1.74 показывает достаточно стабильно. Пауэрбанк от себя передает 1.95 ну, то есть практически 2 А. По сути это и есть 2 А. 1950 мА. 2 А. и секундомер потому что мы отключали заново 37 секунд 38 показывает. Вот такой замечательный пауэрбанк давайте отключим нагрузки. Очень рекомендовано для тех кто не любит большие такие пауэрбанки можно себе выбрать вот такой маленький. очень высокое качество Сашин делает уже не первую свою модель это фактически одна из самых последних моделей вот эта на 2 аккумулятора поэтому кого заинтересовало можете смело переходить по ссылке внизу под видео и смотреть у продавца данные модели. отправляет продавец достаточно быстро из Китая дошло меньше 3 недель то есть где-то там дней 20 наверное они в пути пробовали. Если понравилась данная распаковка ставьте пожалуйста лайк внизу под видео и если хотите смотреть другие распаковки различных товаров из Китая то вверху вот здесь подписывайтесь на мой канал вам большое спасибо за просмотр данного видео всем пока